Сегодня они известны и обстреляли погранчасть в центре Назрани. Огонь вёлся из гранатомёта и автоматов. Жертв нет. Один пограничник получил лёгкое осколочное ранение. По нападавшим был открыт ответный огонь. Однако им удалось скрыться. Теракт произошёл на пути следования батальона дорожно-патрульной службы. По предварительным данным речь идёт о взрывном устройстве мощностью в 300 граммов тротила. У меня нету возможности их ставить теперь. МПС. Ощутимый взрыв. Эквивалент не знаю, но ощутимый взрыв был. По счастливой случайности, по-моему, люди не пострадали. Сидим спокойно, празднуем, пришли поздравить родственники с Рождеством. Сели за стол, все такие довольные, радостные. Сидели, кушали, всё, чай пили. И тут такая бомба какая-то. Кто это мог сделать? Как могли они, как могли вот такие вещи над нами послать? С подробностями новой диверсии нас ознакомит собственный корреспондент Первого Кавказского в Дагестане Ислам Алимов. Ислам, доброе утро. Доброе утро. Ислам, вы были на месте события? Расскажите, как произошёл теракт? Долго я был на месте события. Взрыв на проспекте Акушинского прогремел ровно в 22.00 по московскому времени. Самодельное взрывное устройство было начинено обрезками арматуры, гвоздями и болтами. Его мощность оценивается примерно в 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Бомба была заложена в одном из мусорных баков, стоящих между основной и второстепенной дорогой, и сработала на пути патрульного уазика батальона зарожно-патрульной службы. Машина успела проскочить в зону поражения, и милиционеры не пострадали. Взрывная волна и поражающие элементы ударили по стоящему рядом жилому девятиэтажному дому. Как минимум в 15 квартирах последнего подъезда с первого по четвёртый этаж выбиты стёкла и повреждены оконные рамы. То, что осколками никого не зацепило, можно расценивать как рождественское чудо. Некоторые из жильцов как раз отмечали этот праздник. Оперативно-следственная бригада закончила работу в течение часа. Покушения на сотрудников милиции происходят в Дагестане буквально через день. Исследователи уже давно набили руку на осмотрах места происшествия и сборе доказательств. Тем более, что вещественные доказательства, как правило, не находят применения в судах. В последние годы мало кого из подозреваемых в терроризме удается арестовать. Как правило, они гибнут при оказании вооружённого сопротивления. Так что же через час после взрыва место происшествия опустело. А представители городских коммунальных служб в этот вечер здесь вообще не появились. И жильцы подручными средствами заделывали оконные проёмы в надежде, что плюсовая температура продержится ещё хотя бы пару дней. Вот такие подробности. Спасибо, Ислам. Спасибо. Я напоминаю, это был наш собственный корреспондент в Дагестане Ислам Алимов. Субтитры создавал DimaTorzok